Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Изотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы готовы выслушать вашу историю, ответить на ваши вопросы. Хотя формат прошлой передачи показал, что серьезные темы затрагивают наши телезрители, но время нашего эфира не позволяет развернуть тематику, заглянуть в нее поглубже или посмотреть на нее пошире. Например, про утрату в прошлый раз только начали говорить, но у нас следующий звонок. Ну, я задумался над вашим словом «серьезные». Я как-то в последнее время все больше думаю, что, наверное, каких-то несерьезных тем нет. Может быть, это гиперболизация моя, но очень часто за несерьезными темами скрываются серьезные вопросы. Ну, или за тем, что можно было бы назвать несерьезными темами. А по поводу прошлой передачи, действительно, у меня осталось ощущение, что, ну, по крайней мере, я не успел, может быть, что-то ответить на все три звонка. Сами звонки задали, ну, какой-то темп определенный, да, какую-то определенную скорость. А поскольку у нас приоритет такой расставлен, да, если человек звонит в студию, мы его слушаем, мы включаемся. И стараемся поговорить с ним в эфире. Да, но это меня еще натолкнуло на мысль, что, ну, на какую-то, может быть, как принято сейчас говорить, параллель такую определенную, то, как мы не успели поговорить, откликнуться на первый звонок, который, ну, условно мы назвали темой утраты, условно, да, потому что там много чего может быть. Я думаю, что это вот та самая параллель, где, ну, я не знаю, как у телезрителей у наших, я знаю, как у меня, как у близких, у моих, да, у знакомых, ну, как будто действительно не хватает времени, ну, отрефлексировать, поговорить на эти утраты и в собственной жизни, да, ну, не только, может быть, поговорить, посидеть, помолчать, подумать, поговорить, поплакать, пообщаться, помянуть. Ну, то есть, вот, как психологи, может быть, сказали, вот эту работу, совершить работу, ну, горевание, да, или работу прощания. Жизнь так сильно, вроде бы, насыщена, ну, то есть мы киваем на жизнь, мы киваем на скорости 21 века, но, по сути, в этом есть определенные парадоксы. Я тоже, например, в психотерапевтическом пространстве вижу, то есть люди приходят с утратами, и при этом они нацелены поскорее, ну, от них уйти, убежать. То есть, если рисовать картину, какой-то визуальный образ, то это траурная процессия, но не медленная, не растянутая, где каждый шаг, ну, какая-то работа, а такая быстрая. И в этом есть действительно какой-то парадокс. То есть, с одной стороны, в этой скорости есть ощущение, что что-то не произошло, что-то очень важное, и мысли все время возвращают, да, проходит много, там, дней, может быть, месяцев, а мысли постоянно возвращаются к смерти, например, да. Не обязательно это может быть смерть, это может быть утрата функциональности какой-то, это может быть наступление пенсии, это может быть наступление какого-то возраста, это может быть утрата целостности семьи, в каком смысле ребенок уехал в другой город, поступил в институт, ну, мы тоже этого касались, да, но на это все нужно какое-то время, чтобы как-то в это во все вписаться, вот, и при этом кажется, что самой лучшей стратегией, иногда кажется, ну, на группе я это вижу, например, на психотерапевтической, что самой лучшей стратегией кажется скорость, ну, бегство такое. Это не моя идея, она очень старая, они многие психотерапии, бегство и забытие какое-то такое своеобразное. Ну, при этом процессы, которые происходят в психике, ну, в большинстве описаны, ну, может быть, не в большинстве, но некоторые из этих процессов описаны. И переживание утраты тоже есть, ведь временной отрезок, один год, это норма для переживания утраты. Попытки сократить этот срок, ну, к каким последствиям могут привести? Ну, если, там, по-моему, рекомендации ВОЗ, ну, медики тоже посчитали, но медики же не кончая, не самая последняя инстанция, то есть такая реакция естественного человеческого горя. Мы тоже, по-моему, как-то эту фразу упоминали. Какие последствия? Ну, последствия, как минимум, проявляющиеся в том, о чем я уже попробовал сказать, что эти мысли, эти чувства, какие эти по поводу чего-то отсутствующего сейчас, да, по поводу чего-то случившегося, эти мысли, чувства и переживания настойчиво пытаются пробиться в психическую жизнь самого носителя. Ну, то есть каким образом? Он видит сновидения, может быть, какие-то с ушедшими. Почему-то я сейчас, ну, в прошлой же передаче «Звонок» был про умерших людей, да, соответственно, я на этом и сфокусировался. То есть люди ощущают тревогу, люди ощущают беспокойство, чувствуют люди, заглядывая в свой ум, наблюдают там присутствие тревожащих их мыслей, ну и так далее. Вот какие-то такие последствия. Наверное, это все выводит человека из того равновесия, которое он хочет сохранить, добыть, по крайней мере. Напоминаю, вновь у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы открыты для диалога. Да. В прошлой передаче у нас был еще один «Звонок», когда женщина задавала вопрос, что делать, если родственница начинает вести себя непонятным образом, да, у нее какие-то подозрения, ну, неадекватно, да, можно таким словом сказать. Что-то есть добавить к этой истории? Ну, особенно нет, кроме того, что, по-моему, я получил такой, ну, скажем так, опосредованный отклик в том виде, что меня люди начали спрашивать, действительно ли можно обратиться в диспансер, как там налажена служба, кто за что отвечает. Ну, какой-то такой интерес, по крайней мере, к этой части медицинской, ну, помощи, организованной, государственной медицинской помощи, он появился, ну, или вернулся. Вот. Как там все организовано? Конечно, люди, когда туда приходят, они начинают, ну, для себя уже точно узнавать, да, что нужно сделать, какие шаги. Кстати, вот этот вопрос, я тоже над ним думал, он очень хороший, ведь мы с вами регулярно, Елена, говорим, или, по крайней мере, встречаемся с вопросом наших телезрителей, который заключается в том, что делать. То есть, буквально это выглядит так. Вот моя история, что делать, да? Причем, как правило, коротенький кусочек этой истории. То есть, отрезок какой-то человек берет из своей жизни, рассказывает и нас спрашивает, что делать. И вот это, что делать, к нему можно по-разному относиться. Во-первых, конечно, мы, ну, в основном все, я так сейчас заключаю, психологи, психотерапевты, хором говорим, что мы не даем советов, то есть, мы не отвечаем на вопрос, что делать. Вот, мы отвечаем на вопросы какие-то другие, которые должны человека самого подвести к ответу, что делать, да? Это какие могут быть вопросы? А что происходит? А почему это для вас значимо? А что вы хотите в этой ситуации? А как вы сам видите или сама видите эту ситуацию? Ну, и так далее, и так далее, да? Масса вопросов, из которых, из прояснения которых вызревает, что делать самого человека. И я вдруг вот с этой еще стороны посмотрел, что, ну, как бы вопрос, что делать, мы его не очень любим. Вот, как будто нас пригваждают к стене, меня, и говорят, ладно, все это разговоры, вот что делать. Но я думаю, что это очень хороший вопрос, что делать, потому что в итоге все эти ситуации, которые мы описываем, они требуют действий. Они каких-то определенных действий требуют. Не всегда физических, ну, пойти, взять. Они требуют еще каких-то душевных действий. Ну, опять же, в психологической среде принято говорить символических действий. То есть, в этой степени, ну, чисто дидактически, да, из того, чтобы нам легче было разобраться, мы можем ведь деятельность разделить на две части. Буквально встать и пойти, например, ну, действия с помощью тела, да, пойти в диспансер, написать, там, просьбу об осмотре родственницы. Но еще и речь идет о том, как, что делать во внутреннем пространстве, да, то есть, и как эту деятельность организовать, ну, внутри. То есть, и тогда человек, что мне делать, чтобы не переживать? Вот такого рода вопросы, да, что мне делать, чтобы забыть? Ну, понятно, что здесь речь идет не о действиях тела. Ну, ведь никто не говорит, нет, ну, некоторые говорят, что делать, чтобы забыть? Ну, иди, выпей там чего-нибудь, вина, да, или таблетки, или езжай куда-нибудь на край света. Ну, да, займись каким-нибудь другим делом, переключи внимание. Переключи внимание. Но здесь, в принципе, это разговор о том, что делать вот в моем внутреннем пространстве. Мы приходим к вопросу о том, а как вообще оно организовано, это внутреннее пространство, и какие действия там вообще, в принципе, возможны. Вот, и, конечно, часть вопроса... Вот, и этот вопрос, он очень важный, очень хороший, потому что вот это вопрос о действиях. И мы тут говорим, как эта деятельность внутри может быть организована. Что значит не переживать, да? Что значит принять вот сейчас модная такая вещь? Ну, я ухожу, я думаю, может быть, кто-то там уже взял трубку и надеется, ждет, чтобы позвонить, когда я свой спич закончу, да? И может быть, сейчас самое удобное время. Да, нам можно звонить в студию с любыми вопросами и темами, которые касаются переживаний, чувств, отношений, возможно. Или вопросы, которые вы сами, ну, вам самим кажется, вы можете задать врачу-психотерапевту. Да, все верно. И мне кажется, что мы немножко оправданно из халата выбираемся. Ну, есть такое понятие. Врач-психотерапевт – это халат. То есть, по большому счету, я мог бы сидеть здесь в белом халате и отвечать только на те вопросы, которые медицинским языком заданы. Ну, например, у меня болит, меня беспокоит, меня тревожит и так далее. Если бы я был любым другим медиком, я сейчас без обид к коллегам говорю, да, то, возможно, это так и было. Для того, чтобы быть, ну, по большому счету, сейчас каким-то терапевтом, условным терапевтом, да, по сути, халат не надо снимать. Когда мы говорим о психологии и психотерапии, то вопросы могут быть сформулированы необязательно медицинским языком, да. Поэтому, когда вы говорите, Елена, это могут быть любые вопросы, в любом формате заданные, это очень верно. И верно в том смысле, что их не нужно переводить на медицинский язык. В этом смысле, конечно, я и как врач здесь, но и, ну, как психолог, если хотите, да. Алексей, вот не в прошлой передаче, а еще до этого мы, я инициировала тему подведения итогов. И, может быть, сейчас, пока мы ждем звонков от наших зрителей, есть время поговорить о подведении итогов. И я со своей стороны хотела бы задать вам следующий вопрос. Заканчивается 2020 год. Были ли у вас за этот период какие-то открытия в движениях души? Может быть, в вашей собственной, может быть, у ваших пациентов, знакомых. Потому что этот год как никогда, как мне кажется, столкнул людей с переживаниями, с чувствами, со страхами. И многие поняли для себя, что это составляет большую, значимую часть их жизни, а не только потребительские какие-то желания, что-то там приобрести, карьеру сделать. Ну, частично вы ответили, Елена, это парадоксально может быть. Наверное, это не столько парадоксально, сколько это свойство адаптирующейся человеческой психики. Я в данном случае говорю о своей, я говорю о психике людей, которые приходят. Речь заключается в том, чтобы как-то вот это все переваривать, то, что происходит. А происходит ситуация, где какую-то более-менее размеренную жизнь, мы об этом тоже, философы об этом говорят, медицинские антропологи, да, говорят об обществе ремиссии. Ну, мы долго жили как общество, имеющее в основном только хронические заболевания. Вот, большинство людей имели хронические заболевания, тактика врачей ориентировалась. И медицина вся была выстроена вокруг. Ну, понятно, для острых состояний оставалось место, но в основном, если мы посмотрим, большинство болезней, даже и по статистике медицинской, да, выходят на первое место хронически. Ну да, в стационарах было определенное количество койек, и вроде бы дефицита не было, да. В этом году пришлось разворачивать койки прям со спринтерской скоростью. Ну, это ответ на уструю ситуацию. А если возвращаться к вашему вопросу, Елена, наверное, мы как люди, как общность большая, попали, ну, может быть, в 19-й век, в 18-й век, в 17-й век, ну, то есть в какой-то степени регрессировали, или, ну, есть прогресс, да, движение вперед, есть регресс, движение назад. Или попали вот в такой машине времени к нашим там пра-пра-пра-бабушкам и дедушкам, которые вот жили в ситуации отсутствия антибиотиков, в ситуации острых инфекций, когда эти острые инфекции любого рода с большой смертностью косили людей. Вот, и это я к чему веду? Это, конечно, в людях вот это вот движение назад и вызывает древние реакции какие-то. Больше страха, больше тревоги и больше вопросов, как с этим быть. Конечно, вопросы вот такого цивилизационного характера встали. Вот, но если не распаляться здесь, ну, слишком большой разговор, я думаю, может быть, сейчас там можно заскучать в этот момент и начать зевать. Что интересного для меня, я все больше и больше для себя, ну, опять же, изначально, будучи врачом, будучи подготовленным специалистом как врач, что это значит, глядящим на человека с такой телесной позиции, с позиции, естественно, научной, где давление можно померить, температуру померить, анализ крови сделать, где вот это все, в принципе, обсчитываемо и должно по-хорошему возвращаться к своему балансу, да, если мы говорим о лечении, я все больше вижу, и моя деятельность с этим связана, насколько мы определены вот этим, ну, в широком смысле культурным компонентом. Это даже не компонент, а среда. То есть вот насколько... Я сегодня, как раз перед передачей, опять обдумывая вопросы подготовки психологов и психотерапевтов, я все больше думаю, что в этой подготовке должны участвовать как врачи, ну, в смысле, в качестве обучающей стороны, как медики, как психологи, так и философы, так и культурологи, так и лингвисты. Алексей, прерву вас, у нас звонок. Ну, отлично, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как к вам можно обращаться? Меня зовут Нелли Ивановна. Нелли Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Михайлович, у нас такой вопрос. У нас, в общем-то, человек 5 пенсионеров больше 60 лет. И у нас, в основном, у всех, ну, бессонница. Нам очень тревожно. И женщины, мои соседки, попросили меня позвонить связаться с вами. Ну, узнать, как бы нам справиться с этим. Очень большая тревога. Нелли Ивановна, а удалось еще что-то выяснить у ваших соседок по поводу чего? Кто по поводу чего не спит? Да, в общем-то, у всех просто обычное вот тревожное состояние в связи с тем, что у нас очень много ограничений сейчас. Мы не можем общаться с родными, мы не можем, ну, в смысле, только по телефону, естественно. Мы не можем общаться друг с другом, так мимолезно только. Ну, остается нам больше 60 лет. Да. Страшно. А страшно, ну, я думаю, отчасти я понимаю. Об этом страхе ваши соседки, ваши знакомые говорят? У каждого свой или все-таки все сейчас в одной куче? В основном, одно и то же у всех. А как бы вы... Тревога, страх. Мы, ну, как не можем, допустим, с своими болячками сходить в поликлинику без этой тревоги, без страха. Да, я помню. Можем пойти в магазин. Ага, Нелли Ивановна, в прошлый раз мы об этом говорили, и вы говорили о тревоге. А вот если о страхе, ну, обычно считается, принято думать про страх, как про страх чего-то определенного. Вот если тревога – это такое нечто неопределенное, то есть человек тревожится, но по поводу чего не знает, общий фон такой. А страх – это страх чего-то, ну, конкретного, как иногда говорят. Да, именно неопределенность. Именно неопределенность. Ну, в основном, конечно, у всех были потери, в основной, у нас, у людей, о ком я говорю. И там, в общем-то, накладывается и сейчас тревожное состояние. Потери вот за это время было, за время... Нет, 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 раньше. Ну, Нелли Ивановна, я вот о чем думаю. Конечно, ситуация такая безумная достаточно, я имею в виду та, которая сложилась. Но вот сейчас чисто гипотетически, я не знаю, как это организовать. Ну, точнее, я знаю, как это организовать, я не знаю, как это последовательно сделать. Это может быть группа посредством вот такого дистанционного общения. Группа, где людям пожилым... Ну, единственное, что потребуется, чтобы их близкие или еще кто-то наладили, социальные работники, кто угодно, наладили в их домах ноутбуки, компьютеры с камерами и микрофонами, чтобы... Ладно, что это может быть, чтобы... Ну, телефоны, да, у нас сейчас... Большую руктехнику. Да, чтобы это все можно было объединить, например, в одну группу и об этом разговаривать. Я так понимаю, что нужно общение. Я думаю, что речь идет не столько о самом общении, ну, как о разговоре. Ну, наверное, оно какое-то специфическое общение. Ну, то, что можно назвать психотерапевтическим, да, или помогающим общением. Общение, нацеленное на эту самую тревогу, на какие-то мысли, которые есть у вас. Ну, я сейчас откликаюсь как специалист, наверное. Вот вы звоните и говорите, у нас есть тут некоторое количество людей, мы не можем собраться всеочно, но мы, как я думаю, можем собраться вот так дистанционно. Надо подумать, как это организовать, собраться, чтобы эти все вещи обсуждать, в данном случае бессонницу и в данном случае тревогу. Потому что, ну, по большому счету, какие-то подходы, как помогать в этой ситуации, нам, специалистам, известны. Вот я о чем говорю. Налья Ивановна, хотела тоже спросить, на ваш взгляд, ваши близкие и близкие ваших знакомых, о ком вы говорите, они готовы оказать эту поддержку, обеспечить техникой какой-то, интернет наладить? Насколько поддерживаются связи вот в этой обстановке? Нет, я глубоко сомневаюсь, что дети имеют возможность помочь в этом смысле. А почему, Налья Ивановна? Ну, финансовая составляющая, в общем-то, и сейчас тяжелые у детей тоже. То есть, в первую очередь, это финансы или что-то еще? А потом, кстати, наши пенсионеры не очень плохо владают компьютерами. Ну, вот у меня родители, пенсионеры, я знаю других, привет папа и мама, я знаю других людей пожилого возраста, ну, назовем так, 65+, которые вполне себе вынуждены, тетя у меня за 70, которые вынуждены были освоить и потратили какое-то время и освоили вот эти новые способы коммуникации. Насколько это невозможно? Нет, я глубоко сомневаюсь. Я-то еще могу там что-то, чего-то как-то, но остальные нет, раз ты спрашиваешь у меня. Наля Ивановна, это такой момент, ну, не ради спора, конечно, безусловно. Я буквально вчера прочитал историю, мы питаемся же историями, я питаюсь, я думаю, все питаются историями. Но о переселенцах, кто-то куда-то переехал в пожилом возрасте, ну, точнее, дети, которые куда-то уехали из одной страны в другую, позвали с собой пожилых мам и пап, которым уже к 90 годам было. И те не хотели ехать, боясь проблемы, языковой, в первую очередь, проблемы. И оказалось, что, в общем, эти вопросы решаемы. Я уверен, что эти вопросы решаемы. То есть я уверен, что по этому поводу есть очень серьезный скепсис, сможем ли мы освоить это новое. И вот это вот очень важный, мне кажется, вопрос, который Нелли Ивановна, ну, подспудно задает. То есть изоляция, почему, может быть, молодым или людям зрелого возраста немножко попроще? Потому что они владеют этими всеми средствами коммуникации, да? Включить этот... Ну и новые осваивают быстрее. Да, включить вот эти дистанционные способы связи, к чему оказались абсолютно неготовые пожилые люди. Потому что, ну, это было ненужным, может быть, да, основным каналом взаимодействия были вот личные взаимодействия. Приехать, дойти, уж позвонить на крайний случай. А здесь вот это все ушло. Невозможно встретиться. Я думаю, что это, Нелли Ивановна, ну, какой-то вопрос выживания, может быть, действительно, в буквальном смысле, не метафорически, а необходимость вот начать осваивать. Я думаю, что я не идеалистичные какие-то вещи озвучиваю, а действительно это нужно начать делать. Да, Нелли Ивановна, вот разговаривали вы со своими знакомыми как раз о том, что вот про страх Алексей говорил, страх от необходимости осваивать что-то новое, что придется в этой текущей ситуации, которая неизвестна, когда закончится, вот что-то внутри себя перебороть, сопротивление, или, может быть, тот же страх, и вот начать осваивать технику, или, ну, искать те организации, которые могут помочь с налаживанием этой техники, обучением, чтобы пользоваться онлайн-ресурсами. Вы знаете, наши пенсионеры, с кем я общаюсь, они очень решительные, такие женщины, очень стойкие. Но, как бы вам объяснить, ну, тут есть мало двигающиеся, с больными ногами, которые могут только выйти из квартиры, из подъезда, вот где мы собираемся пообщаться, там, часок вечером, когда уже люди с работы пришли, осенью, и как-то подышать свежим воздухом. Сложно им сейчас, в общем-то, об этом говорить. Но, в общем-то, знаете, мое мнение в том, что больше, скорее всего, больше передач таких позитивных нужно, и нашим пенсионерам нужно какой-то, понимаете, цель поставить такую, чтобы они успокоились. Ну, вот какое-то доброжелательное отношение к ним, мне кажется, вот как-то так. А то, в общем-то, накручивается везде-везде-везде, туда-ходи, сюда-не-ходи. Поэтому тревога пожилого человека очень, в общем-то, зарастает. Спасибо большое. Насчет интернета, чего-то подумали. Нали Ивановна, у нас немного времени, насколько я слышу. Давайте мы, может быть, этот разговор не закончим, а поставим запятую, перенесем, и еще раз я прошу вас, ну, может быть, в какой-то следующий раз позвоните, и мы будем думать, что с этим делать дальше, и мы все будем одновременно слушать, что происходит. И мы, может быть, поищем информацию, как сейчас организации и гранты выигрывают на поддержку пожилых людей, да, может быть, где-то и обеспечивают техникой заинтересованных. Постараемся какую-то информационную поддержку оказать. Да, я думаю, что это так, тем более, вот, пожалуйста, есть глаз народа, как говорится, да? Да. Спасибо большое за звонок, Нали Ивановна. Нали Ивановна, спасибо. Вам здоровья. Спасибо. И вам тоже. Да, время нашей передачи заканчивается. В следующий вторник на телеканале ГИС мы снова выйдем в прямом эфире. Телефон в студии 202-11-22. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. У нас был один звонок, но очень важный при этом. Да, спасибо. Всего доброго вам. До следующего вторника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова